Снова елки, огоньки и поздравления. С 13 на 14 января в нашей стране отмечается одна из самых странных дат – Старый Новый Год. В старину в это время наши предки отмечали Васильев день. С ним было связано много традиций, в их числе колядование, когда в деревнях от дома к дому люди ходили с веселыми песнями и шутками. Дополнительный праздник появился в 1918 году из-за смены календарей с Юлианского на Григорианский. Дни сдвинулись на две недели. Обычно в этот день на Василия Великого хозяйки готовили роскошный стол. И Василий считался покровителем свиноводов, и поэтому свинина была желанным блюдом на столе. Ну, а молодежь вечерами в щедрый вечер устраивала такие проказы, веселые забавы в деревне, которые до сих пор сохраняются в деревнях нашей Владимирской области. В наши дни Старый Новый Год считается своеобразным продолжением зимних праздников. Многие ждут этой даты и не разбирают елки дома. В Владимире сохраняют новогодние украшения на улицах, парках города и учреждениях культуры. Продолжаются праздничные развлекательные программы. Кстати, в субботу городская администрация обещает провести традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Ради него с 12 до 14.00 перекроют центр города, от Студеной горы до площади Фрунзе. Транспорт направят в объезд. Как относятся к Старому Новому Году владимирцы и будут ли отмечать эту дату? Да положительно, все хорошо, интересно, необычно, но отмечать так пышно нет, конечно. Знаете, несколько лет назад праздновали, да, и праздновали достаточно хорошо, но ведь нужно идти на работу на следующий день. Вот о чем речь. Я думаю, что это все-таки праздник прошло. А знаете, почему так называется? Старый Новый Год? Потому что вы раньше окончали в это время. Ну да, старая дата была. Может быть, что-то пожелаете тем, кто все-таки празднует этот день? Ну, я желаю, чтобы таких праздников, может быть, было побольше. Если люди празднуют, значит, им, наверное, не хватает. Отпечаю. А как? Шампануска пьем. По-разному. Ну, а как отмечаете-то? Как и все люди. А как все люди? Упиваем. А что упиваем? Лимонад. А как поздравляете родственников со Старого Нового Года? СМС-ки? В кругу семьи. В кругу друзей. Вливаете? И все, конечно. Что упиваете? Лимонад. Отмечаете вы Старый Новый Год или просто знаете об этой дате? Главное в любом празднике сохранить хорошее настроение и не переусердствовать. Ведь завтра на работу. Маргарита Махрова, Никита Королев, 6 канал. Продолжение следует.